Есиноватый А ведь многие поверили заявлениям. Кто-то из местных даже снял флаг ДНР создания городадминистрации. Перестраховался. Сегодня флаг уже на месте. Все на месте. Флаги висят. Как вы видите, не украинские флаги, флаги Донецкой Народной Республики. Флаг вот напротив на горсовете висит. Местные жители тоже с удивлением узнали про свое освобождение. Именно в такой формулировке подавалась новость про есиноватую украинской прессы. Приводились даже подробности. Цитирую. В городе проводится операция по выявлению и обезвреживанию уцелевших ополченцев. Украинская армия зашла сюда. Что, не слышали про это? Есиноватые? Не, не видели. Только объявили. Только объявили, но мы не видели, никого не слышали. Здесь и не было. И как ты висел, то у нас тут флаг. Да, флаг так же ДНР здесь и висит. Вот. Информация поступила, мы посмотрели. Флаги висят ДНРовские. Есиноватая – крупный железнодорожный узел. Через него проходят поезда почти во все крупнейшие украинские города и даже в Россию. В стратегическом плане точка очень важная. Украинским силовикам было бы удобно доставлять подкрепление в виде тяжелой техники. Ну и плюс, если захватить город, открывается прямая дорога на Донецк. Сейчас отряды украинской нацгвардии сконцентрированы на подступах, прячутся в зеленке и периодически обстреливают дороги из минометов. Мы достаточно рядом находимся. Наши позиции, их позиции. Мы держим укрепрайон по Константиновской трассе. Блокпост на Есиноватовском мосту. Ну и, собственно, сам город Есиноватую. Украинская армия находится совсем рядом. Это Авдеевка, аэропорт города Донецка. Попытки войти в Есиноватую украинские силовики предпринимали неоднократно. Самая успешная была несколько дней назад. Танк дошел до железнодорожной станции. И экипаж понял, что разделит судьбу БМП, которая навсегда встала на въезде в город. Отступление было быстрым. В наказание бойцы нацгвардии, как часто бывает, выпустили несколько снарядов по жилым кварталам. Раздались минометные хлопки, и вот снаряд прилетел сюда. Мина. Это было вечером. Люди были в основном дома. Здесь человека убило моментально мужчину. Полбока вырвало. Понятно, что жизнь под минометный грохот пугает многих. Вот очередные беженцы. Вывозят самые ценные – детей. Опасно находиться. Там идут бои постоянно. Каждый день грохот и в подвалах сидим. За ребенка переживаем. Пока временно. Будем выезжать. В Янакио по вечерам взрывы. А тут вот тоже мы приехали сейчас. Тоже взрывы были капитальные. То есть на свой страх и риск. К родственникам пока выезжаем. Мотивы, которые заставили Киев распускать лживые слухи в Ясиноватой, так и не поняли. Зато всем там хорошо понятна мотивация ополченцев. Ведь большинство из них местные. Донецкие. Ну, это наш дом. Мы здесь живем. Поэтому, естественно, для каждого человека свой дом очень важен. Алексей Казаков, Олег Сокольщук. Вести. Ясиноватая. Донецкая область.